Буллинг в школе, конфликты с родителями, переживания из-за оценок и экзаменов, безответная любовь. Тем, которые волнуют подрастающие поколения, очень много. И зачастую подростки боятся обсудить их со взрослыми. Не молчать, а рассказать о вещах, которые волнуют, призывает Саровский драматический театр. В этом году он присоединился к межрегиональному проекту «Своя территория». Его суть в том, что подростки нашего города могут сами предложить идеи для нового спектакля, который будет ориентирован на аудиторию в возрасте от 12 до 19 лет. Проект появился в 2019 году в Северном драматическом театре в Омске. Детям показывали спектакли, поднимающие сложные темы, волнующие подростков. А потом зрители обсуждали постановку вместе с психологом. Специально обученные психологи проводили некое обсуждение спектакля, для того, чтобы дети расставляли правильные акценты, чтобы молодежь, подростки видели, ну, скажем, правильное восприятие данного материала, объясняли. Ребята приходили с родителями. Первоначально Северный театр брал уже существующие пьесы для подростков. Но постепенно они начали сами создавать материалы на основе тех проблем, которые поднимают молодое поколение. Проект нашей территории директор Северного театра Анжей Неупокоев представил коллегам на фестивале «Золотая маска». Он многих заинтересовал. И в этом году сразу несколько регионов заявились на участие в нем, в том числе и Саров. Проект состоит из нескольких этапов. Первый, который стартовал в январе – сочинение. Важна честность и открытость. То есть пусть это сочинение не будет написано по каким-то стандартным лекалам, по плану, как просят детей писать в школе. Пусть оно будет не очень большим и развернутым. Нам нужно, чтобы каждое сочинение – это был некий крик души. То есть самое главное – высказывание. Есть у автора проблема, которую ему не с кем обсудить, которую ему хочется рассказать своим сверстникам. Сядь, напиши. Мы не сдадим этого человека. Мы никому не расскажем. Организаторы особо обращают внимание. Жюри не оценивают стилистику и орфографические ошибки. Важно, чтобы ребенок поделился чем-то насущным. Из предложенных работ выберут 10. Их авторы войдут в рабочую группу. Потом вот эта вот компания, написавших лучшее сочинение, самые интересные сочинения, плюс драматург, плюс режиссер, плюс психолог, они соберутся, и они будут обсуждать, я думаю, каждую тему. И потом выберут самую важную, самую интересную, самую широко интересную всем. И будут ее развивать. То есть все будут предлагать и какую-то сюжетную линию, и все в конце найдут какой-то выход. Затем драматург на основе собранного материала напишет саму пьесу. Планируется, что в начале осени на базе нашего театра режиссер поставит эскиз спектакля, который представит на фестивале в Омске. Затем, возможно, эта постановка войдет в репертуар Саровского драматического театра. На мой взгляд, это то, что нужно сегодня в России, потому что и дети сложные, и возраст сложный, и как-то этот пласт немножечко у нас не охвачен в театре. Обязательно с подростками надо говорить на их языке, но в то же время, чтобы психологи, социальные педагоги были рядом, и некоторые вопросы им разъясняли. Ведь у подростков масса проблем, с которыми они не могут пойти ни к родителям, ни к обычным учителям. И важно показать, что, возможно, даже в театре они увидят спектакль, на котором, ну, они увидят ответы на существующие у них вопросы. Сочинения, которые могут лечь в основу будущей пьесы, можно присылать до 15 марта. Тема для них – правила оформления, состав жюри и прочие подробности. Читайте в положении о конкурсе на сайте театра. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok